Всем подписчикам большой привет! Сейчас все сидят дома и заняты проблемой карантина. Я сейчас хотел вам показать один эксперимент, который наглядно показывает, что происходит в момент отека легких у человека в легких. Образуется воспаление в легких, происходит выпад в альвеолы жидкости плазмы. Это плазма крови, которая содержит белки. И за счет того, что давление в легких ниже, образуется вакуум, как бы разрежение. За счет этого эта жидкость вспенивается. Получается очень много пены, которая сокращает доступ кислорода к поверхности альвеолы. И человек задыхается. Как убирается пена? Его можно убрать в способы достаточно известные. Во-первых, нужно поднять давление каким-то образом в легких, в самих. Это можно сделать за счет выдыхания, выдоха воздуха через тонкую трубку и через воду или через аппарат фронова. Делайте короткий вдох и длинный выдох. В момент выдоха получается у нас давление повышается в легких, часть пены уходит. Сейчас этот процесс я вам покажу, как пена убирается, когда давление поднимается. То есть в банке создан специальное разрежение с моделированием вакуума. Я сейчас запускаю в воздух. Видите, пена ушла. То есть жидкость осталась уже почти без пены. Второй способ есть, это погасить пену раствором этинового спирта. Этиновый спирт является отличным пеногасителем. Если у вас есть аппарат дома для ингаляции, то можно делать ингаляции прямо с парами спирта. Посмотрите, как спирт гасит пену. Видите, я всю пену погасил. То есть немного подышали парами и пена сократилась. То есть часть легких очистилась. Аппарат фронова продается. Можно будет. Когда совсем ничего нет. Это трубка, тонкая трубка, через которую нужно выдыхать воздух в воду. То есть сделать сопротивление на выдохе. Ну и конечно, можно поставить мочегонные. Если есть дома Лазикс, Форосимид. Мочегонные средства поставить. И обязательно сразу же вызывать срочно скорую помощь. Потому что это состояние угрожающее для жизни. То есть промедление здесь смерти подобное. Когда начался отек легких. То есть человека кладут на ИВМ. И там уже на аппарате следят за его состоянием. Ждут, когда это состояние стабилизируется. То есть убрать отеки легких. Не болейте. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на мой канал.